приветствую вас подписчики и гости канала в своем видеоролике под названием сведение мастеринг хип-хоп проекта контента подобного рода на просторах интернета довольно много поэтому я должен обозначить в чем преимущество моего ролика она заключается в том что вся информация это концентрат собранный со всех возможных ресурсов но пускай не со всех возможных с большинства самых полезных из большинства наверное авторитетных звукоинженеров из литературы действительно качественного материала сведение будет выполняться субъективно все таки это такой момент который во многом зависит от предпочтений исполнителя то есть кто-то любит побольше высоких частот кто-то побольше низких я подготовил для вас вот такой план это универсальный план который поможет нам с нашей задачей в принципе он подойдет не только для сведения хип-хоп композиции большинства композиций которые требуют сведения в принципе здесь ничего такого нет оптимизация дорожек цветовой кодинг нормализация наименование удаление шумов и группировка каналов первичный баланс уровней панорама создание каналов посылов возврата я думаю многие из этих пунктов в данном примере нам не пригодятся потому что каналы возврата и посыла довольно такая тема в хип-хопе я редко вижу вообще чтобы кто-то ее пользовался этой штукой холрум дела и так далее дальше идут такие три кита обработки это вот эквализация компрессии пространственная обработка работа с планами обработка голоса основной второстепенный тюнинг вокала опционально это корректировка нод исполнения вокала при мастеринг запись автоматизации моносовместимость щит-контрол флэчер мансон кирус это кривые флэчера мансона тоже о них поговорим ближе к концу ролика мастеринг это такая уже ключевое звено короче для которого получаем на выходе готовый продукт так давайте начнем переходим в рипер я сразу создам точку старта здесь загружаю сюда наш проект по дорожкам предоставил мой хороший знакомый никита сэмплер 34 хип-хоп исполнитель трекаут клин инструментал так здесь все что касается инструменталки далее загружаем сюда же голоса запись голоса и отделим ее цвет цветом здесь у нас как я понимаю находится инструментал минус эта дорожка нам не нужна и идем по плану первым в списке идет наведение порядка нормализация удаление шума цветовой кодинг для начала послушаем чем мы имеем дело для того чтобы наименовать дорожки солируем канал слушаем так сэмпл бас бочка наведение порядка и подпись довольно муторный процесс поэтому я не буду полностью показывать поставлю этот момент на перемотку вернусь к вам тогда когда все будет готово такой момент интересный получился я решил заменить основные инструменты которые в данном мульти треки а именно вот с нейр и закрытый хэд на свои поэтому я удалю из проекта эти с нейрой клэп хотя наверно клэп пока не буду удалять ходят легенды что вот такое вот удаление пустых удаление мест где отсутствует сигнал способствует лучше работе жесткого диска не знаю правда или нет то есть получается что жесткому диску идет обращение когда воспроизводится вот этот файл крэш обращение идет в любом случае но если мы удалим эту область значит обращение происходить не будет но а и и и и и и и и и в случае такой большой динамики я думаю можно воспользоваться компрессором как бы многие сделали я все-таки выравниваю более-менее динамику вручную я думаю по первой части все можно приступать к группировке и настройке баланса уровней так сначала создаю группу для всего инструментала вместе помещаю туда все что касается инструменталки вот так теперь поскольку у нас сэмпл вместе с басом мы будем компрессировать его вместе с киком потому что что касается низкой составляющей для нее будет применяться однородная обработка это компрессия компрессия низких частот с помощью специального плагина поэтому создаю канал помещая у него сэмпл и кик помещая у него сэмпл и кик в идеале но поскольку роутинг нам не позволяет такого сделать поскольку кик уже зашел в группу low compression значит будем компрессировать просто весь инструментал тут не так много элементов я думаю в данной стилистике нам такое простительно будет группируем голоса основной голос куплеты даблы я думаю можно вместе с эрбэками поместить туда все это и создать будет уместно создать папку то есть все голоса и в эту папку поместим все голоса отлично настройка панорамы давайте включим всю композицию все вместе включим и отстроим первичный баланс уровней громкости н prison но н до м а м м по м я думаю пока что все на этом потому что громкость будет дожиматься компрессией по балансу пока ничего трогать бы я не стал дальше идет настройка панорамы что касается панорамы здесь принципе по классике железки разводятся в стороны допустим крэш можно отвести там на процентов 30 вправо закрытый хэд здесь их два вот один и вот второй один можно вывести влево другой вправо при этом можно накинуть плагин касающийся авто панорамы то есть панорама будет не статично динамически изменяться есть такие плагины как автопан или pan man от sound toys я возьму вот этот плагин выставлю синхронизацию выставлю 1 2 такта если вы слушаете в наушниках вы заметили как звук наших хэдов вот этих ходит то вправо то влево я не буду сильно давать глубину эффекта где-то процентов на 60 оставлю и пока что все что еще по панораме то есть что касается вот этих бэкграунд голосов заднеплановых здесь две дорожки записаны ни одна и та же дорожка дублирована поэтому это хорошо имеет смысл развести их полностью дабл р полностью вправо дабл л полностью влево в дальнейшем может быть я поменяю эту настройку сместив это где-то процентов на 80 панорамы есть и в принципе наверно все с ней я оставлю по центру кик низкая составляющая обязательно по центру краешь можно увести немножко опять же тут нет никаких правил все делается на свой вкус просто железки по центру звучат некрасиво им там не место по центру занимает место основной голос и низкая составляющая композиции пропускаем третий пункт нашего плана переходим к эквализации дорожек удалению льзинансов и чистки а чиха начнем с сэмпла пойдем сверху вниз сэмпл поскольку сэмпл с басом в случае если вы сэмпл был без баса первым делом следует отрезать него низкую составляющую до до 100 200 герц в зависимости от баса насколько он плотный здесь мы этого делать не будем поскольку у голоса есть своя анатомия у него есть частоты которые отвечают за полноту читаемость разборчивость мутность вот эти частоты в приоритете для голоса мы удаляем на сэмпле 600 герц 500 это примерно тело голоса поэтому установим широкую добротность здесь у нас есть резонансы их видно как на спектре так слышно ушами давайте поработаем с ними отключу пока эту настройку устанавливаю в режиме динамической эквализации пускай узким фильтром срезает ну примерно децибел 7 здесь тоже такой серьезный резонанс узкая добротность послушаем что вырезали ну я думаю всем было слышно это если нет вот в соло есть сделали так еще одна последняя настройка сэмплом закончили крэш и вообще все железки есть опасение что все железки не будем сэмплом сэмплом закончили крэш и вообще все железки имеют низкую составляющую поэтому я создам такой канал беру стандартный эквалайзер рипера и срезаю хайкатом то есть хайпас фильтром и немножко припускаю вверх а вот такую настройку окей Окей, переходим к... Что у нас по клэпу здесь вообще? Его еле слышно, давайте посмотрим, насколько он нам здесь нужен. Я думаю, что не нужен здесь нам этот клэп, потому что у нас довольно пробивной снейр. А здесь было, кстати говоря, слоенка такая. Два снейра и один клэп. Но в данном случае это не имеет особого смысла. Давайте проэквализируем клэп, ой, то есть снейр. Тоже посмотрим, что у нас тут. Довольно незастый. После компрессии вот эта вот верхняя часть вылезет серьезно и наделает нам неприятности. Поэтому я ее притуплю, добьюсь более равномерного АЧХ. Вот так. Пока что оставим. Есть. Группу All Voice запущу вместе со всем дрэком. Повешу на него прокью. И начнем обработку. Значит, в любом случае срезается низкая составляющая в голосе. Где-то три сотни герц это мутность. Где-то децибел на шесть. Можно припустить эту область. Я думаю, вполне адекватно будет. Как я уже говорил, область 500-600 герц отвечает за тело голоса. Ноги притутся в трючеба. Тут за кордоном не найти. Да желаду приотк... Поскольку... Такой момент. Поскольку микрофон исполнитель выбрал довольно яркий, я бы не стал сильно усугублять и без того уже яркую область подъемами. Я ее наоборот притуплю где-то децибела на 3. Ноги притутся в трущобах. Тут за кордоном не найти. Да желаду приора. Блоки сплетаются в кроссворду судоку за шторой. Бас из колона. Трясет кола в стакане. Бурбон на лейбл контракт райдер. На 9000-х создам динамический срез в режиме купольного фильтра. Пускай режет сибилянты. Ноги притутся в трущобах. Тут за кордоном не найти. Да желаду приора. Блоки сплетаются в кроссворду судоку за шторой. Бас из колона. Трясет кола в стакане бурбон на лейбл контракт райдер. Потому что после компрессии все это повылазит. И будет опять же очень печально. Эта эквализация касается всей группы. Сейчас мы сэквализируем отдельно даблы. Буквально немного. То есть возьму риперовский эквалайзер. Срежу низа более радикально. И притуплю верхние частоты. Где-то сибил на 7. Ноги притутся в трущобах. Тут за кордоном не найти. Даже ладу приора. Блоки сплетаются в кроссворду судоку за шторой. Бас из колона трясет кола в стакане бурбона. Лейбл контракт райдер гострайдинг чат десклайд. Этим болотом тут не пах. То есть таким образом мы отодвигаем этот дабл голос на задний план. Срезая верха. Ну скажем не срезая, а убавляя верха. И убавляя часть низов. Грубым срезом. При этом по громкости. При этом по громкости уводим на задний план. В принципе все это еще будет настраиваться и корректироваться после компрессии. Я думаю пока оставим эквализацию. Переходим к пятому пункту нашего плана компрессия. Итак, компрессия. Значит, что касается низкой составляющей. В данном направлении, да и вообще в любом, низкая составляющая играет большую роль. Учитывая нелинейность нашего слуха, мы любим, когда больше низа, чем верха. Это как раз таки вот касательно последнего будет. То есть предпоследнего пункта плана. Кривые флэчера Мэнсона. Там об этом поговорим подробнее. Сейчас займемся компрессией. Низкой составляющей. Для этого я перехожу на канал, где у нас кик с сэмплом. Загружаю сюда плагин MaxBass. В случае с сэмплом я выберу стерео. А в случае, если бы у нас было отдельно бас и кик, я бы выбрал моно. На этапе мастеринга подкорректируем этот момент. В настройках этого плагина оставляю 80 Гц, частоту усиления и кручу ручку MaxBass. Музыка. 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 Не допускаем клиппинга на этом этапе. Оставим пока так. Переходим к компрессии всей группы инструменталок. Для этих целей возьму API 2500. Также в стерео настраиваем небольшую компрессию. Порядка 3 дБ. Музыка. 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 Есть. Готово. Теперь переходим к компрессии голоса. Будем сжать отдельно куплеты и даблы. Для этих целей возьму H-компрессор. Также в режиме стерео. Настройки я не буду комментировать. Это все-таки не видео урок, а показательное сведение. Выключаем ручку аналог, так как это шум. Степень сжатия. Выставляем примерно 2 к 1. Порог срабатывания выставляем довольно большой. На слух настраиваем компрессию. Ноги притутся в трущобах, тут за кордоном не найти. Даже ладу приора. Блоки сплетаются в кроссворце, с утоку, со шторой. Бас из колона, трясутком и в стакане бурбона. Лейбл, контракт, трайдер, гос-трайд, инчат, десклай. Этим болотом тут не пахнет печаль, так же к этапу компрессии можно отнести десинг. Это удаление шипящих согласных. Для этого так же на всю группу, на All Voice я помещу DSR, и Ноги притутся в трущобах, тут за кордоном не найти. Даже ладу приора. Блоки сплетаются в кроссворце, с утоку, со шторой. Бас из колона, трясутком и в стакане бурбона. Лейбл, контракт, трайдер, гос-трайд, инчат, десклай. Этим болотом тут не пахнет печаль, чем лябинск в Уршав. Смотрю с девятого в горы, на Альпы. Сэмплы на падах, филинг, вайб как из семидесятых. Это мой десклай. Когда С личной прогулкой по мыслям Двигает крышу, Нервы пилит, Как группа лимбийский. С моей зарплаты не скидать, На поддержанный майбах. Андер потянет вниз, Как будто бы в деле сиплайн. 16 по крупицам, Рэперы на вакцинах. Нам продолжает, Только снится, Олджик уж теплицы. На потолке следит ботинок, А трипов под пылью. Где-то так оставим. Помимо этого всего, На канал с куплетами, Я повешу еще один диэсер, Который будет работать в автоматическом режиме. Субтитры сделал DimaTorzok Это филинг, Вайб как из семидесятых. Это мой декаданс, Личная прогулка по мыслям. Двигает крышу, Нервы пилит, Как группа лимбийский. С моей зарплаты не скидать, На поддержанный майбах. Андер потянет вниз, Как будто бы в деле сиплайн. 16 по крупицам, Рэперы на вакцинах. Нам продолжает, Только снится, Олджик уж теплицы. На потолке следит ботинок, А трипов под пылью. Даня 3-9-1, Мы тебя не забыли. Так, есть, С этим разобрались. Теперь, Настроим мастеринговую компрессию. Субтитры создавал DimaTorzok Это мой Дэкодавт, Личная прогулка по мыслям. Двигает крышу, Нервы пилит, Как группа лимбийский. С моей зарплаты не скидать, На поддержанный майбах. Андер потянет вниз, Как будто бы в деле сиплайн. 16 по крупицам, Рэперы на вакцинах. Нам продолжает, Только снится, Олджик уж теплицы. На потолке следит ботинок, А трипов под пылью. Даня 3-9-1, Мы тебя не забыли. Закомпрессим также канал С дабл голосом. Ноги плетутся в трущобах, Дашь ладу приорам, Нееет, В кроссворду судоку за шторой, Трясет колу в стакане бурбона, Густро тинчар дедлайн, Вечерний Челябинск в ушах, В горы на Альпы, Альпы. Филинг вайб, Как из 70-х. Лично прохуга по мыслям, Двигает крышу, Нервы пилит, Как группа лимбийский. С моей зарплаты не скидать, На поддержанный майбл. Андер потянет вниз, Как будто бы в деле сиплайн. 16 по крупицам, Рэперы на вакцинах. Нам продолжает, Только снится, Олджик уж теплицы. На потолке следит ботинок, А трипов под пылью. Даня 3-9-1, Мы тебя не забыли. Многи плетут за в трущобах, Тут за Корденом не найти, Даже ладу приора. Блоки сплетаются в кроссворд, Судоку со шторой, Бас из колона, Рисует колы в стакане бурбона. Лейбл, контракт, Райдер, Гост-трайкин, Чак, Дэдлар. Этим болотом тут не пахнет, Печальний Челябинск в ушах, Смотрю с девятого в горы на Альпы, Сэмплы на падах, Еще один моментик, Сделаем не относящийся к компрессии, На канал с голосом я повешу H-Delay Сделаем эффект стерео, По более явной такой. В режиме пинг-понг, Стерео дилей, Время в миллисекундах, Выставляем до десяти. Пускай будет 10 миллисекунд. Послушаем в соло. Ноги притутся в трущобах, Тут за кордоном не найти, Даже ладу приора, Блоки сплетаются в кроссворды, Судоку за шторой, Бас из колона, Трясет колу в стакане бурбона, Лейбл контракт, Райдер, Гострайтинг, Чарк, Дэдлайн, Этим болотом тут не пахнет, Печальний Челябинск в ушах, Смотрю с девятого в горы на Альпы, Сэмплы на падах, Филинг вайб, Как из семидесятых, Это мой декаданс, Личная прогулка по мыслям, Двигает крышу, Нервы пилит, Как группа лимбийский, С моей зарплаты не скидать, На поддержанный майбах, Андер потянет вниз, Как будто бы в дереве зиплайн, Шестнадцать, Покрупица, Рэперы на вакцинах, Нам продолжает только сниться, Олджик кушать и плиц, На потолке следы ботинок, А трибов под пылью, Даня 3-9, Один мы тебя не забыли. Вот и все, пока что. Я думаю, можно приступать к следующему этапу, Это пространственная обработка, Работа с планами, На этом, я думаю, Первую часть можно завершить, А так уже прилично по времени, Она занимает. Во второй части, Тогда уже доделаем до конца нашу работу, Предстоит еще мастеринг, Пре-мастеринг, Моносовместимость, Вот эти вот все вещи, Которые требуют, Действительно, Серьезного подхода. Поэтому, До встречи в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...